Доброе утро! Доброе утро! Я выбрал именно эту манеру сладкого десерта. Там действительно существует огромное количество самых разнообразных вариаций этого блюда. Я тонкими кружочками нарезал банан. Затем мы будем запекать ее вот в такой форме. Используют, в принципе, и керамические формы. Они более термостойкие. В нашей форме я буду запекать пудинг при температуре 130 градусов. Для того, чтобы не лопнуло стекло. Но плюс в нашем варианте, что мы точно увидим, как должен пропечься нас пудинг и точно сможем рассмотреть слои. Я выкладываю также слой черники. Затем слой овсянки. Овсянка должна быть термообработанная, либо подойдут классические хлопья? Просто можно обычные классические хлопья, они запекутся и будут очень вкусные. Добавляем немного корицы. Также не стоит забывать, что в этом варианте мы используем специи по своему вкусу. Вы тоже самое просто обязаны сделать на вашей кухне. Добавляйте те компоненты, которые есть в наличии. То есть это могут быть самые разнообразные фрукты, специи. И главное, это готовить с удовольствием. Следующий слой, опять же, банан и черника. Таких слоев у нас будет три. Затем опять овсянка. И вот последние штрихи. Тут важно очень тонко нарезать банан, либо же воспользоваться немного большей формы. Но еще раз напоминаю, что, конечно же, можно брать абсолютно любые фрукты. Главное, чтобы они были сезонные и свежие. Берем молоко. Молоко лучше, конечно, подогретое. Для того, чтобы мед, который мы будем добавлять, хорошо в нем растворился и быстро. Где-то 10 граммов меда я беру. Также ванильный сахар. Довольно много. То есть молоко должно быть насыщенное и очень и очень вкусное. Можно ли взять сливки, если хочется что-нибудь пожирнее? Конечно, на ваше усмотрение. Но тогда не берите сливки в повышенной жирности. Если они будут около 12%, то это будет просто идеальным для этого блюда. И хорошенько размешиваем. Также в молоко я добавил корицу. И заливаем это все в форму. Получается очень интересный цветовой окрас. Поэтому, конечно же, предпочтительно использовать обязательно и ягоды в этом блюде. Лучше, если они будут красивые, красочные, яркие. Если вы летом позаботились о том, чтобы они у вас были зимой в наличии, то это, конечно же, здорово. Потому что даже замороженные ягоды тоже подойдут, как в нашем варианте. Даем немного времени для того, чтобы молоко настоялось и впиталось в хлопья. А затем отправляем в духовку при температуре 130 градусов на 25 минут. Ну, а для нас время пройдет очень быстро. Пудинг запекся, я могу приступать только к оформлению. С удовольствием. Но, наверное, это будет упрощенный процесс. Ведь доставать с формы мы его не будем? Не будем. Все элементарное просто. Достаточно положить его на тарелку. Притрусить миндальными хлопьями. Разбросать их хаотично по тарелке. И уже получается очень и очень красиво. Добавляем еще немного зеленых элементов. В нашем случае это мята, может быть, конечно, и базилик, и другие специи на ваше усмотрение. Главное добавлять зеленые компоненты. Помним, что они улучшают наше настроение. И немного сахарной пудры. Тоже очень и очень красиво. Правильное сочетание цветов и вкуса всего несколько минут. И превосходный английский пудинг готов. Следуйте за нашими рецептами, обязательно вам будет вкусно. Ну а мы в ресторане Кадор на французском бульваре 66-3 обязательно приготовим для вас и еще что-нибудь новенькое. Приятного аппетита. Приятного аппетита.